Всем доброго времени суток, дорогие гости и подписчики моего ютуб-канала. Добро пожаловать в новый видеоролик, в котором мы попробуем доставить фургон нашей мафии, потому что это как необходимо, понимаете, ну типа привозить разные приколы там запрещенные, вот. Но есть, короче, вариант того, что нас просто посадят в тюрьму, потому что как только я беру этот грузовик, в полицию идет вызов, номер грузовика, ну и так дальше. В общем, и им идет вызов об этом. Поэтому посмотрим в данной серии, удастся ли мне доставить грузовик целым невредимым, ну либо я просто попаду за решетку и мне, в принципе, ничего не останется, как просто мотать свой срок. Давайте посмотрим. Мужики, вот уже подъезжаю к месту, откуда я буду заказывать, собственно, свой фургон. Говорят, вроде как с этого места, вот лучше всего. Вот сейчас проверим. Так, ну давай, собственно, попробуем заказать. Транс, нет. Доставка фургона. Два километра. И уже, я так понимаю, либо сейчас в полиции пошел вызов об этом фургоне, либо тогда, когда я в него сяду. Давайте, пацаны, добираемся. Как можно быстрее. Это все надо делать очень быстро, потому что не знаю, когда именно приходит вызов в полицию. Это ли мне не фартануло просто с местом? Его можно вообще заказывать с любой точки карты. Это не проблема, просто ехать потом это будет очень напряжно. Вот он где-то спрятан именно тут. Проеду. Вот есть мой фургон, да? Да, вон он стоит. Давай попробуем. Давай посмотрим. Как говорится, лучше свои дела делать ночью, но я все это дело делаю под утро. Ехать мне сколько? 7 километров. Соответственно, уже, я так понимаю, пошел... Музыку нафиг. Соответственно, я так понимаю, уже пошел вызов в полицию. Вот. И сейчас мне надо как можно быстрее, как можно быстрее, без лишнего внимания, не привлекая его, доставить этот фургон, потому что есть подозрение, что полиция уже выехала. Вот. И она движется в мою сторону. Также данный видеоролик будет полезен тем, кто не знает, как это делать, потому что когда я вез свой первый фургон, я не знал, что меня ждет. Когда я вез свой второй фургон, на меня выехала полиция. И я, собственно, попал за решетку. И ехать мне остается всего-навсего 3 километра. Вот. Полиция была, но она была не за мной. Это, я не знаю, я как раз еду, а не выезжаю. То есть, либо мне повезло, либо они меня не увидели. Ну, короче, в том или ином плане они были не за мной. 2 км осталось ехать, это где-то в пустыне, наверное. Доставим сейчас фургон по быстричку, и это будет нормально. Я же говорю, данный видеоролик будет полезен тем, кто не знал, как это делать и что тебя ждет. Потому что, ребят, работая на мафию, вам придется, или на банду, в любом случае, возить данные фургоны. 200 метров, последний поворот, и фургон доставлен. Я не думаю, что меня уже тут хлопнут. Сдать фургон. Все. Цены чистыми 2 штуки. Получается, 500 долларов ты тратишь, когда ты покупаешь, точнее, берешь в аренду фургон, также после его доставки ты получаешь 2 500, соответственно, минус 500, которые ты потратил на аренду, и у тебя чистыми 2 тысячи. Но ты рискуешь. Но ты рискуешь получить срок. Поэтому, ребят, правильно расставляйте приоритеты. Если вы хотите все-таки зарабатывать свободное время, то это, в принципе, хороший способ. Буквально потратив 5 минут, вы получаете 2 тысячи. Это лучше, чем даже рыбалка та самая. Поэтому смотрите сами. Вот такой получился видос. Скоро, ребят, у нас намечаются хорошие мероприятия, а именно завтра. Поэтому, я думаю, будет много роликов. Это очень интересно и круто. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не потерять. Ну, соответственно, всем удачи, хорошего настроения, ребят, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok